Когда горячая вода не роскошь, а навязанный сервис. В доме на проспекте Кирова из крана холодной воды течет кипяток. В летнюю жару жильцы не могут принять душ и бояться отравиться водой неизвестного происхождения. Когда горячая вода не в радости, почему коммунальщики полтора месяца не могут вернуть холодную, узнала Юлия Шишкина. Каждый день после работы Наталья Грехова первым делом открывает кран в ванной. Принятие души здесь долгий ритуал. В доме, где горячее водоснабжение не предусмотрено, в принципе, из холодного крана течет горячая вода. Мы набираем воду в тазы, вода остывает, и через какое-то время, пока она остынет, естественно, сейчас на улице жарко, она остывает долго. Горячая вода не в радость всему дому по адресу проспект Кирова, 12. 13 взрослых и двое детей полтора месяца летней жары не могут принять душ и покупают питьевую воду в магазине. Или рискуют. У каждого дома батареи бутылок, в которых отстаивается вода неизвестного происхождения. Я удивилась, думаю, что мы пьем. Откуда эта вода, и почему это, может быть, эта вода вообще не питьевая. За полтора месяца люди обратились во всевозможные инстанции и на все горячие линии. Безрезультатно. Каждый день этот адрес навещают слесарей с ТСЖ номер один. По их просьбе жильцы отключили свои водонагреватели. Но с диагнозом у слесарей явная заминка. Нам объясняют так, что якобы у кого-то водонагреватель смешивает воду, и нам в холодный кран течет горячая вода. И в течение полутора месяцев не могут найти этот водосмеситель. У них нет никаких версий. Они говорят. Вчера даже вот они развели руками и сказали. Но мы не знаем, в чем дело. Жители тоже не оставляют коммунальщиков своим вниманием. Вот, не застав никого в родном ТСЖ номер один, Елена Пронина в очередной раз звонит слесарю Роману Арифулину. И понимает, возвращение холодной воды снова откладывается. Ну, мне надо доступы. Я же не могу в ломиться квартиру. У меня нет таких полномочий. Мне надо доступы посмотреть. Вот и все. А нам? Мы так и будем, да? Мучиться. Во дворе мы встретили главного инженера ТСЖ номер один Дмитрия Сулейманова. Комментировать ситуацию на камеру он отказался. Сказал, у меня обед. Говорит, жильцы больше инженера знают. Видимо, они же и виноваты. Никаких условий для слесарей создать не могут. Все пускают в свои квартиры. Нет, ну как? Ну мы кого можем, мы всех вот нашли. Мы вот вчера у всех почти отключили. Тот не пускает, но вот дом нет. Дом нет одного человека. Одного человека? Всего одного человека? Я скажу вам, 53-54 квартира. К чему приведет этот странный круговорот горячей воды в отдельно взятом доме, неизвестно. Жители собираются сообщить о своей беде в прокуратуру. Юлия Шишкина, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.